МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дешевые, легко воспламеняющиеся материалы, закрытые двери пожарных выходов и паника сделали свое черное дело. Трагедия Зимней Вишни вскрыла вопиющие проблемы. Такие, как всепоглощающая коррупция. Ведь у торгового центра были все разрешения, несмотря на полное игнорирование норм пожарной безопасности. Пришел в Зимнюю Вишню, так как рядом жил. Я побежал на лестницу, которая закручена, ходилась пожарная. То есть по моей логике, у нас в принципе даже в школе всегда такое было, то, что на каждой лестничной площадке стояли огнетушители. Я выбежал, кроме строительного мусора, и я там ничего не увидел. Кроме того, оказалось, что спасатели не обеспечены всем необходимым для тушения пожаров подобных масштабов. Автомобиль, на котором приехал, в день 1989 года выпуска. А какая вы их одежды? На улицы вышли не только семьи погибших, но и простые россияне, которые банально больше не чувствовали себя в безопасности. Правду! 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 Конечно же, трагедию такого масштаба не обошли вниманием высшие государственные чины. Казалось бы, при таком внимании на самых высших уровнях виновные будут наказаны, ошибки учтены. Но с момента трагедии прошел год, а вопросов все еще больше, чем ответов. Например, стало ли безопасно в российских развлекательных центрах? После трагедии по России прокатилась волна проверок. Сотни тысяч нарушений выявлено после трагедии. Некоторые ТЦ даже закрыли. Правда, на время. Спустя год обычные граждане, не дожидаясь лживых отчетов, взялись сами проверить еще раз, как обстоят дела с пожарной безопасностью в торговых центрах. Трагедия в магните. Не открылась ни одна эвакуационная дверь. Посмотрите, пожалуйста. Вот я вижу выход. Дверь закрыта. Дверь закрыта. Ошибки не просто не исправлены. За 2018-й успело произойти еще несколько пожаров. 5 июня 2018-го клубы черного дыма окутали Казань. Вот сейчас, говорит, торговый центр, город Казань. Ни пожарных нет, никого нет, опять же. Ситуации людей не учат вообще никак. Насчет кемера у нашего торгового центра. В общей сложности, пока ждали пожарных, выгорело почти 3000 квадратных метров. А когда они все-таки приехали, выяснилось, что им не хватает воды для тушения. Волоснабжение в начальной стадии не хватило. Система противопожарной защиты в момент прибытия пожарных подразделений уже не работало. Вывод один. Повезло, что пожар начался утром, когда в торговом центре никого еще не было. Иначе беды, судя по словам спасателя, было бы не избежать. Чуть позже день защиты детей чуть не стал днем траура в Иркутске. В тот день в торговом центре «Комсомол» малышам показывали химические опыты. Все пошло не по плану. Ощущение дежавю не отпускает. Ведь снова жертвы – дети. А мы близко сидели прямо, ну, такое где-то, это стояние. И мы прямо на середине сидели. Вот в горах, и мы сидели посередине. Вот. И там огонь дунул, все горели, убегали. Мама, которая по счастливой случайности осталась с детьми, рассказала, что в зале, где проводились пиротехнические опыты, не было ни одного огнетушителя. Проводили это мероприятие два ребенка, можно сказать, 19 лет. Девочка и мальчик. Это происшествие становится еще более вопиющим, если учесть тот факт, что «Комсомол», среди прочих, прошел ту самую жесткую правительственную проверку. Сотрудники прокуратуры, МЧС и МВД пришли с проверкой в ТРК «Комсомол». Среди положительных моментов следует отметить оповещение о пожарной тревоге на двух языках – русском и английском, а также доступность всех эвакуационных выходов. Снова в деле пресловутая российская коррупция? Видимо, жизнь их ничему не учит. Для тех, кто потерял близких в Кемеровском пожаре, главное найти и наказать виновных. Сам президент обещал, что их требование будет исполнено. Слушайте, нужно как стоит с этим разобраться? Но и на этом поприще ситуация не лучше, чем в вопросах пожарной безопасности страны. Самым внушительным наказанием до сих пор является отставка Амана Тулеева. Как губернатор, именно он обязан был нести ответственность за существование коррупции, благодаря которой «Зимняя вишня» получила добро по пожарной безопасности. Прошение об отставке подал кемеровский губернатор Аман Тулеев. Заявление по собственному желанию направлено к президенту сообщать пресс-службу администрации региона. То есть его не выгнали с позором. Он ушел по собственному желанию, будто ничего и не произошло. И уже через два дня после отставки Тулеев стал депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области. Напомним, что Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года. Несмотря на отставку, он сохранил за собой звание почетного губернатора, которое позволяет ему получать огромные ежемесячные выплаты, пользоваться областной резиденцией и другие преференции. Бывший губернатор области Аман Тулеев сейчас руководит одним из вузов. Если это наказание, то Тулееву очень повезло. Он живет в крайне гуманной стране. Только такую щедрость, человечность и заботу Кремль проявляет не ко всем жителям России, а только к избранным. Среди таких и Денис Штенгелов, долларовый миллиардера по совместительству владелец зимней вишни. Еще недавно он хвастался, что секрет успеха его бизнеса в сокращении затрат. Любой независимый производственный бизнес тратит немалые суммы на управление и продажи. Приходим мы, и все это берет на себя холдинг. Затраты становятся нашей маржой. Мы в принципе строим бизнес-модели на постоянном росте и на выжигании ненужных издержек. Видимо, одной из таких издержек стали траты на пожарную безопасность. Но человек с капиталом, как у Штенгелова, в России еще ни разу не был наказан за такое мелкое по меркам Кремля преступление, как коррупция. Следствие идет уже год, а ему даже не выдвинуты обвинения. Да и они, Штенгелову, не страшны. Олигарх живет в Австралии и возвращаться на родину не собирается. Я не строил объект, я давал деньги. Мне давали деньги, я соглашался. Приезжать в Россию? Зачем? Приехать для того, чтобы сесть в тюрьму? Вместо него в тюрьму сядут другие. Те, кто ближе и у кого нет защитной подушки из миллиардных валютных счетов. Сегодня в уголовном деле фигурируют имена 15 человек. Среди них управляющие зданием, экс-руководитель МЧС региона, лица, ответственные за ввод здания в эксплуатацию, установку пожарной сигнализации и контроль за ее исправностью. Все эти люди так или иначе причастны к сокрытию простого факта. Здание зимней вишни – пожароопасно. Одновременно с этим в списке обвиняемых есть и те, кто смотрится там как минимум странно. Это пожарные, тушившие зимнюю вишню – Сергей Генин и Андрей Бурсин. Им вменяют халатность, якобы именно в результате их действия, а точнее бездействия погибли 37 человек. Только вдумайтесь, 37 из 60 официальных жертв. То есть больше половины, по мнению следствия, умерли не потому, что здание было опасно, загорелось за считанные секунды, не из-за того, что эвакуационные выходы были заблокированы, а именно из-за якобы медлительности пожарных. Интересно было бы услышать, как, по мнению обвинения, должны были бы действовать спасатели в тех условиях, в которых оказались. Какие они молодцы, они автомобили двигают руками, потому что не было даже подъезда к зданию. Не было нормального подъезда к торговому центру, пожарных гидрантов и даже адекватного плана здания. Спасатели действовали по плану схеме здания, но когда заходили внутрь, все время упирались в стену. К тому же после прокатившихся накануне сокращений среди пожарных банально не хватало людей. С Гениным должно было приехать сколько? 17 человек? А с ним приехало только 4. А каковы их одежды? Генин поднимался на этот этаж 5 раз, но из-за высокой температурной новой видимости никто не мог пробраться. Никто. Устаревшее снаряжение не помешало обвиняемому Сергею Генину спасти из здания мужчину. Ему пришлось использовать для этого свой единственный спасательный комплект. Генин поднимался на этот этаж 5 раз, но из-за высокой температурной новой видимости никто не мог пробраться. Никто. Проведя год буквально внутри российской обвинительной системы, семьи пожарных уже отчаялись найти справедливость. Если бы хотели бы они какую-то справедливость, ну то есть они-то кто, то есть следственный комитет, да, то дошли бы до истины, лично мое мнение, что нет, будет взгляд тех же потерпевших, а настоящих виновных. Еще один человек, обвинение которого выглядит как поиск козла отпущения, это охранник. Сын оказался крайним. Почему-то ни начальника охраны, ни хозяев этого ЧОПа, никого не арестовали. Все, что нужно было по инструкции, он сделал. Он вызвал пожарных, потом помогал эвакуировать людей. Ему вменяют, что он якобы не включил систему оповещения. И это при том, что в другом обвинительном акте указано, сигнализация была неисправна. И именно по этой причине арестованы люди, отвечающие за ее установку и техобслуживание. Сигнализация не работала. Почему? А потому что она технически не работала, отключилась, никто не занимался и не выяснял, почему она не работает с 19-го числа. То есть они знали, что сигнализация не работает и ничего не делает? Ничего не делает. Следствие само путается в показаниях. Тем временем, главная улика, само здание торгового центра уже уничтожено. Местные власти обещали к 1 июня, Дню защиты детей, построить здесь сквер и высадить в нем 60 деревьев в памяти погибших. Но сроки сдвинулись уже на сентябрь, а тем временем по соседству строят новый торговый центр. И что-то нам подсказывает, что пройдет еще год, и в него будут ходить, несмотря на все ужасы, произошедшие на этом же месте совсем недавно. Ведь, как показывает практика, у россиян удивительно короткая память. А тем временем, единственное, что сделал вечный президент России к годовщине трагедии, это переименовал Кемеровскую область в Кузбасс. Видимо, чтобы окончательно стереть плохие воспоминания из памяти россиян. При этом причин, по которым этот негатив в Кемерово появился, тотальная коррупция, безнаказанность, несправедливость, никто устранять так и не собирается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова